здравствуйте по многочисленным просьбам своих подписчиков я решила рассказать о фиалках как я за ними ухаживаю у меня росли фиалки в одноразовых стаканчиках то есть я их выращивалась листочка вот видите таким образом и чтобы сорт не потерять я брала одноразовые вилочки писала на них цифру а на мобилке фотография с этой цифры и ты и так у меня сорт стоял в одноразовых стаканчиках так как я посадила уже в нормальные на постоянное место вот я написала на горшочках цифры и могу эти вилочки спокойно убрать так как они немножко декоративность у меня портят красоту моего растения а так с растением все хорошо все замечательно сейчас я выключу вспышку покажу как она без вспышки без фонарика смотрите какой цвет красивый такой нежный сахарный замечательный цвет мне этот цвет очень нравится это сорт не помню какой я посмотрю записях я помню что цифра 4 а как он называется я подпишу своих видео и вот этот сорт умнее смотрите какой красивый замечательный сорт как он густо он цветет вообще сказочно он столько выдает цветоносов и растение гигантское получается посмотреть вот это от него деточка видите какая деточка маленькая сколько листики какие крупные сейчас расскажу как я за ними ухаживаю почему посадила их в такие горшочки посадила их такие горшочки и они сразу начали хорошо развиваться мне очень удобно за ними ухаживать я то есть поливаю раз в неделю в этот горшочек и вода набирается до до уровня здесь видно окошечко и растение хорошо себя чувствует после того как я их сюда пересадила они очень быстро начали развиваться и бросать много цветоносов а в таких маленьких горшочках то пересушила то не досушила не дополила вот это вот растение сильно заросло его нужно оборвать но сильно нарастила листовую массу посмотрите сколько листиков здесь тоже два цветочка сейчас я вам покажу как я его оборву листики обрываются легко вот эти нижние листья можете спокойно обрывать так как и из-под них цветочков не будет это начальные листики вот ведь они даже цвет имеют светлее стволик можно скальпелем можно лезвие вот как у меня лезвие стоит обрезать но я одной рукой не могу я вам покажу вот просто потянула в бочок он обрывается обрывать нужно для того чтобы света было больше и вот эти маленькие деформированная по среднем сколько меньше листочек они не нужны с них ничего такого особенного не будет вот этот вот лист я тоже уберу хотя он крепкий на вид мощный но я оставляю вот такие тёмненькие листики чтобы одного цвета были и они начинают потом хорошо развиваться этот сорт у меня не подписан когда зацветет я на нем тоже цифру поставлю и подпишу смотрите на примере этого кустика насколько этот листочек меньше верхнего и он тянет соки и еще он деформировался видите скрутился ну что-то не подошло как у каждого растения бывает что-то не подходит вот этот кустик я хорошо уже обработала больше его обрывать не нужно земли подсыпать не нужно так как он посажен хорошо на уровне земли земля влажная горшочек этот влагу держит теперь этот кустик оборвать таким же образом обрываем все нижние листочки так как с тех нижних листочков цветоносики не последует они только будут забирать силы можно укоренить эти листочки мне не надо я просто хочу чтобы было декоративно красивое на растение смотрите как деформировался листочки из-за чего я еще не выяснила вредители на ней таких нет но его нужно убрать он здесь поломался здесь очень деформировался сейчас я его уберу не получается хорошо возьмем лезвие и подрежем и он сам отпадет и в таком вот состоянии поверьте это растение быстрее зацветет чем было бы с вот таким количеством листовой массы ему было бы намного сложнее зацвести а с этими листочками я поступлю следующим образом они очень красивые смотри некоторые нигде ничего не повреждено сейчас я покажу как я размножаю так поставлю на полочку это я для эксперимента специально посадила в прозрачный горшочек чтобы было видно корневая и показывать вам на каком уровне вода вот сейчас воды вообще нет но почва влажная так как я оборвала листочки сегодня поливать не буду два-три дня не буду поливать почва все равно влажно а затем налью воды на полный уровень нижней части там в окошке показалась водичка то есть здесь в этом горшке видно полностью окошко а в этом горшке тоже декоративные горшочки нужно смотреть на вот это окошечко ячейку вот это растение я обрывать не буду она себя прекрасно чувствует вот видите с нижних листочков с пазуха листика появляется цветонос это нормально вот этот листик уже лишний с этого не появится цветонос вот смотрите вот этот листочек с пазух вот он цветоносик а самых нижних листочков уже цветоносы не появляются с верхних вот этот листик лишний вот это надо убрать он тянет и просто потянуть он самых первых листиков которые были так убираем нашу фиалочку и показываю как я размножаю свои фиалки способов очень много большое количество но я вам расскажу какими пользуюсь я смотрите можно посадить отделивши детку от взрослого растения сразу земляную смесь в одноразовый горшочек она хорошо приживается без никакой теплички без ничего очень удачно затем можно поставить листики в водичку они тоже хорошо опускают корни с этим проблем никаких фиалка это вообще такое растение что можно просто в землю поставить смотрите и растение тоже начинает пробуждать корешочки и живет еще я размножаю фиалки вот смотрите горшочек посадила листочек и сделал мини тепличку пакет тоже хорошая хороший способ следующий способ здесь я посадила пакет детку тоже горшочек тепличка детка детка хорошо себя чувствует обязательно нужно подписывать если вы хотите сорт не потерять ведь я написала голубая это тоже голубая это листик было детка это у меня фиолетовая там бордовая а это голуба затем листики смотрите котел кореняют пакетов вот просто пакет на дно поставила земли смесь земляную для фиалок немножко увлажнила поместила туда листик плотно закрыла и подвесила вот такой вот что я на окошке но у меня стоит там специально для цветов подставка и я на эту подставку пристегиваю свои листья и укореняется замечательно посмотрите какой плотный ком земли не надо не поливать ничего не надо делать и вот еще у меня один листочек таким же посажен способом посмотрите как пустил зеленую деточку это голубая фиалка с белыми разводами замечательная фиалочка посмотрите какая мощная корневая здесь только все твердое ты уже пересаживать надо я ни разу не проветривала за это время она сама там растет развивается очень удобный способ посмотрите какие деточку можно потом отделить вот с этой стороны одна деточка с этой стороны 2 где то что можно отделить и будет вам сразу два растения а листочек можно оставить но он будет дальше развиваться если вам понравился мой способ разведения в кулечках попробуйте у всех получается кому я советовала и у вас получится потому что это очень легкий способ замечательный и стопроцентный здесь у меня еще одна коллекция фиалок но про эту фиалку мы поговорим следующий раз потому что будет очень длинное видео займет очень много времени смотрите эту нужно омолодить так как она нарастила большое количество листиков молодых вот нарастила а старые будем убирать с этой фиалкой мы поступаем смотрите сколько она пустила деток их тоже нужно убрать так как они будут замедлять процесс цветения и у нее вот смотрите что с серединкой я еще надо разобраться что с ней сделать видите что центральная серединка какая ужасно . роста как бы повреждена и будем заниматься этой фиалкой в следующий раз если кто знает что мне нужно сделать с этой серединка подскажите пожалуйста я подумаю сделать по-своему или лучше ваш вариант спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до свидания всем удачи всем пока всем пока